это ужасно это ужасно и это воздастся обязательно воздастся как резинка хлопнет знаете как резинку оттягиваешь на потом обязательно хлопнет вот как когда-нибудь придет время их тоже сменит и дело не в том что народ не прощает народ можно обмануть вот но создать отдельную резервацию на территории там допустим в середине европы который начинает думать совершенно по-другому это не то что невозможно в современном веке где есть интернет информация между собой гуляет очень быстро это практически невозможно когда-нибудь народ прозреет когда-нибудь народ прозреет увидели увидит что произошло в советском союзе я сам погоны были с а ну срочную службу два года я помню нас были украинцы у нас были в роте но разные люди и у нас не было разделением и были одно целое я понимаю когда мне дед рассказывал как они там воевали мне было очень интересно мы играли войнушку у нас других развлечений тогда не было из пистолетик сделал из корявой палки и побежал вот тогда не было этих самых айфонов вот мы были вместе во мне течет можно сказать ну украинская кровь потому что у меня бабушка из-под запорожья по матери вот мы единый народ как это можно было разделять а разделяет для чего чтобы властвовать разделяя властвую понимаете когда была сильная держава огромный до советский союз ух попробуй с ним поговори уважать приходилось да сейчас поделили на кусочки вот поэтому это еще один из способов просто ну не то чтобы ослабить россию кто-то стремится к мировому газ господству вот допустим я недавно значит мои партнеры недавно ездили на инфа лучше не так скажу недавно была огромная конференция где всегда украинцы сидели рядом с россиянами огромная конференция в америке там много разных граждан различных государств и впервые благодаря этим событиям как я думаю украинцев отделили от россиян на этой конференции вот уже началось вот уже началось хотя это не политика это не политическая какая-то конференция конференция по бизнесу а они что русские что украинцы все равно в кулуарах общались для них войны нет понимаете для нас войны нет у нас все хорошо это наша победа это не чья-то отдельная победа это наш а нас будут разделять и вот в этот момент когда нас разделяет нам всем нужно взяться за руки у меня был случай я между нужно россиянам и украинцам у меня был случай когда просто пример я очень много проводил своих семинаров на украине собирал тысячные залы киев одесса харьков тернополь в разных днепропетровск донецк луганск везде проводил мероприятие 500 человек минимум на мероприятие да и ну бывало и меньше а бывало и больше бывало даже больше тысячи по полторы тысячи приходят ко мне на моё шоу и люди получали результаты стали после моих мероприятий зарабатывать больше денег и так далее даже некоторые организаторы некоторые лидеры этих мероприятий потом вдруг не с того стали говорить что мы против москалей вот смотрите я взял сеть как надо мозги промыть чек ко мне пришел на мероприятие я научил зарабатывать деньги любить короче женил выдал замуж помог ему купить квартиру машину дачка говорится к примеру если коротко а он друг не с того ни сего насмотревшись телевизор говорит проклятым искали вот как это что нужно с мозгом сделать средства массовой информации умеет это делать там специалисты высокого уровня я знаю даже как это делается для того чтобы как называется промыть мозг но свои то глаза то для чего есть вот раньше был кто-то друг и ни с того ни сего он ничего тебе не сделав стал врагом ну понятно что это просто невозможно кто-то про кого-то наговорил гадости хочется сказать народ держитесь и нам тоже россиянам нужно нужно тоже держаться я помню на своем мероприятии говорю сидят тысячи человек может быть даже больше полторы и групп россияне и может быть приехал 10 украинцев всего я говорю поднимите руку русские вот ну не русские кто в россии живет на же многонациональное государство поднимите руку кто благодаря этим ситуациям которые сейчас есть стал меньше любить украинцев было три руки то есть на тысячный зал представляете ноль целых ноль сколько процентов три руки то есть народ все равно любит украину любит людей украины как они это делают то есть значит наше средство массовой информации не промывают на мозги про народ про национальность украинскую значит вот она где правда мы ты этого не делаем как бы ну россияне начинаю тех спрашивать и там уже неоднозначное мнение там уже неоднозначное мнение там уже говорят что вот русский вот москали вот еще что-то это как такое возможно значит там средства массовой информации давит на нас говоря плохие вещи про там значит то президента там не знаю про все государства еще был один пример вообще просто меня потряс женщина приезжает интересная в 50 лет и рассказывает в одной демонстрации в одессе моя мать а в другой демонстрации моя дочь стенка на стенку а я не знаю что делать что мне надо было ей ответить она со мной сотрудничает как мне нужно было помочь